Так, друзья, ну что, 4 красавца, 4 очередных доставленных автомобилей с аукционов вот-вот встретят своих владельцев. Хочу вам начать рассказать за каждый автомобиль и какая ценовая политика на них была. Ну что, этот автомобиль у нас мы привезли для Романа. Друзья, это Inside 1,5 литра, топ-комплектация Exclusive XL с подрулевыми лепестками. 12-й год, 50 тысяч пробега, аукционная оценка у нас 4 балла. Состояние салона, прям он вообще в порядке. Подскажите, пожалуйста, как японцы ездят, что у них просто нету грязи, вы понимаете? Видимо, как Америка спит в одежде и в ботинках, ведь, видимо, то же самое, что там нету пыли. Почему они так хорошо и сохраняются? Посмотрите, ковролин просто новый, 50 тысяч машина прошла, 13-й год, то есть ничего не затянуто, все в порядке. Очень прикольная оптика на нем стоит, такая линзованная синева, туманочки, литье хорошее. Блин, ну мне нравится. Сзади у нас, сзади у нас тоже все в порядке. 885 тысяч рублей, друзья, такой автомобиль, полтора литра, 13-й год, 12-й точнее. Ну, уже рестайл. Рестайл уже, уже вставки с кожей, уже получается у нас велюровая середина идет. Пишите в комментариях, хотели бы взять такого красавца за эти деньги. Я думаю, неплохо, потому что сейчас на рынке за 885 сложно что-то взять. Конечно, раньше Аккорды брали, восьмые за эти деньги. Но сейчас уже, что такое 880 тысяч? Да, уже почти ничего. Так, второй автомобиль мы привезли для ребят. Елена, вам огромный привет. Елена к нам обращалась, вообще хотела изначально взять Prius 55-го, 51-го. Ну, возможно, и полтинника. Но мы смотрели прямо в топовой комплектации, чтобы обвесы были. И чтобы он прямо, ну, такой жирненький, как говорится, был. Здесь мы, друзья, взяли Honda Ascending Z комплектация. Память сидений, друзья. Переднего точно есть. Подогревы. Все дела. Сейчас даже чуть больше буду разбираться за него. И скажу вам, какая у него оценка. Ну, состояние просто, это прямо топовая, реально, комплектация Z. Он весь у нас на светодиодах. Туманочки на светодиодах. Оптика передняя на светодиодах. Плюс еще Honda Ascending. Это означает то, что у него дополнительный модуль стоит у нас, получается, под лобовым стеклом. Здесь также камера специально стоит. Предотвращает столкновение. Выезд на встречную полосу движения. Дальше, что у нас здесь еще есть. То есть, вот он, понимаете, подогрев зоны дворников. Дальше у нас здесь предотвращение экстренного торможения. То есть, если машина перед вами экстренно затормозила, то по факту, то есть, он останавливается и сигнализирует. Что у нас? Выезд на встречную полосу. И как раз вот этот радар отключается. Есть круиз-контроль, мультируль, хорошая магнитола. Кстати, газорц, газик прямо хороший, хороший. Очень дорого стоит. Но есть еще полудюймовые, такие большие. Здесь японец такую поставил. Что еще у нас? Слушайте, да неплохо. Пробега у нас... Сейчас я скажу, сколько у него пробега по аукциону. Друзья, это РУ-3 кузов. 4,5 аукционная оценка. 42 тысячи пробега. 1,525 миллиона. Он у нас зашел во Владивосток. Ну, мне он тоже очень понравился. Прямо я очень рад, что ребята мы привезли. Кстати, вот у него память сидений даже есть. Не во всех везелях это есть, друзья. Прямо жирная, очень хорошая комплектация. Ну, и состояние. То есть, вы сами прекрасно видите, что 42 тысячи пробега. То есть, здесь... Это новый автомобиль, лично мое мнение. 2017 год. Дальше. Mitsubishi Outlander. Pishwi Hef, так называемый. Тоже очень хорошая комплектация, о которой сейчас с вами поговорим. Для Саввы и для Маргариты мы привезли этого красавца. 2,200. Цена вышла в Владивосток Limited Edition комплектация. Друзья, 2017 год, 4,5 аукционная оценка. Ну, это тоже... Это новый автомобиль. Это новый автомобиль. Здесь очень технологичный автомобиль. То есть, мы видим все те же самые помощи. Бликует немножко помощь водителю на дороге. То есть, выезд на встречную полосу, предотвращение столкновений, радар, отключающий сонары, который у нас есть. И по факту, то есть, этот радар. Плюсом здесь у нас, что есть на этом прекрасном автомобиле. Даже подогрев руля, друзья, у нас есть. Ну, не говоря о подогреве сидений, которые у нас здесь также есть. То есть, вот примерно он выглядит так, кто себе планирует. Пхевы. Рассмотрите, рассмотрите этот автомобиль. Кроссовер 2 литра. Плюсом это, друзья, гибрид. Ему хватает. Это просто бешеная электричка. Я их так называю. Хватает. Состояние очень хорошее. Пробега у нас, сейчас скажу. Пробега, друзья, у нас 49 тысяч километров. Но, как мы видим, то здесь состояние просто... Ну, вы посмотрите. Это тоже... Кстати, сзади очень хорошо сидеть задним пассажиром. Впереди, чтобы вы понимали, то есть, как это все убранство выглядит в салоне. Интересный, интересный реально автомобиль. Я бы на нем покатался. И, наверное, даже бы сделал обзор. Потому что он очень многим кому интересен. Кстати, раньше могли мы их, друзья, вывозить очень дешево. Потому что гибриды 2 литра. А по факту его двигатель внутреннего сгорания даже 150 лошадей у нас не имеет. И тогда мы его на юрлицо могли возить там 15-16 год. Не по таможне 880, а по таможне 550. И сейчас они стали, блин, из-за того, что они пересчитали акциз, пересчитали все лошадиные силы. А у него 2 силовые установки, друзья, идут на каждую ось, ну, грубо говоря. То, по факту, у нас здесь стало очень много лошадей. Здесь стал очень большой налог. Но если мы на юрлицо... А вот у ребят уже кто-то может на физлицо здесь... Смотрите, какая интересная закономерность. Здесь в ПТС не будет столько много лошадей. То есть, понимаете, если на Юрика вы таможете, здесь у вас будет огромное количество лошадей. Если на физика вы таможете, ну, без проблем. То есть, как бы, у вас будет малое количество лошадей. Ну, все сделано для того, чтобы поддержать якобы российский автопром, который нахер никому не нужен. Извиняюсь за выражение, но так и есть. То есть... Ох! Нравится мне этот автомобиль. Ну, а дальше, друзья, для Федора и Татьяны. Наконец-таки мы довезли этого красавца. С ребятами очень долго боролись именно за выдовую версию. Они к нам пришли сначала в надежде купить что-то из левого руля. Но рынок мы посмотрели, но ничего хорошего не было. То есть, как бы, переключились на Mitsubishi RVR. Это, друзья, 13-й год. Это G-комплектация. Это у нас 4WD. Это подогревы сидений. Здесь у нас по салончику сразу же вам пройдусь. То есть, кожаный салон. По факту. Но есть небольшой нюанс, о котором сейчас расскажу. Здесь, друзья, у нас 90 тысяч пробега. Миллион двести пятьдесят он нам обошелся. Неплохо. То есть, во Владивосток данная цена сейчас за кроссовер. Я думаю, с нынешними ценами будет ужас. 90 тысяч пробега. Но нужно отдать в детейлинг, получается. Почему-то вот прямо просидел он как-то, японец, эту сторону. То есть, я думаю, здесь детейлингом сделать. И по факту, то есть, сама кожа, руль, отделка дверной карты, понимаете. Ну, то есть, прямо в хорошем состоянии. Что не скажешь, допустим, за сиденье. Но я опять же говорю, это все устраняется. И мы видели это на аукционе. Так что, водовую версию эту мы, по факту, забрали. И я очень рад с пробегом 90 тысяч. Если будете рассматривать Outlander, если нет вон того рычажка, по факту, тогда это у вас не водовая версия. Ну, на будущее. Если вдруг будете смотреть. Потому что на аукционах, иногда, непонятно, водовый это, не водовый. Они все идут под одним кузовом, а третьим, ГГ-3. То есть, как бы, здесь очень тяжело. Так, тут у нас какой-то огромный подстаканник. Он туда уходит. Интересный вариант. Миллион двести пятьдесят, как вы думаете, достоин для кроссовера этих денег. Я думаю, да. В реалии сегодняшнего времени. То есть, как бы, вполне, вполне сносно по цене, я имею в виду. Ну что, ребят, огромное спасибо, что вы побыли с нами. Поставьте лайк для продвижения канала. Напишите комментарий, какого вы красавца бы взяли себе бы. Инсайта 885, Везеля миллион пятьсот двадцать пять, два двести Outlander, либо миллион двести пятьдесят у нас выходит в РВР. Чтобы вы взяли эти деньги. И как вы думаете, останутся ли деньги на... Останутся ли, точно, оговорка по Фрейду. Останутся ли деньги на прежнем уровне, либо они пойдут вверх. LikeAft, работаем для вас.